Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как легко и поэтапно заправить универсальную бытовую швейную машинку с горизонтальным челноком. Это один из видеоуроков онлайн-курса «Основы шитья для начинающих», который состоит из 63 уроков. Если вы хотите научиться шить, но не знаете, с чего начать, то начать нужно именно с этого курса. Посмотрим на заправку машинки с горизонтальным челноком. Располагаем катушку на стержень, здесь он горизонтальный, может быть вертикальным. И в данном случае закрываем держателем катушки. Сначала мы намотаем нить на шпульку, и поэтому нитку из катушки обведем вокруг направителя верхней нити. Это две пластины, или тарелочки, как их еще называют. И нам необходимо провести нитку прямо между двумя пластинами. Далее необходимо насадить шпульку на штифт. И прежде можем совсем немного нитки намотать вокруг шпульки, либо завести хвостик нитки в одно из отверстий. Далее отодвигаем шпульку вправо и запускаем машину, нажимаем на педаль. Справа от шпульки есть ограничитель. И когда нить будет полностью намотана, машинка автоматически остановится. Либо вы можете самостоятельно прервать намотку. Для этого просто отпустите педаль и отодвиньте шпульку влево. После этого ее можно будет извлечь. А сейчас заправим верхнюю нить, то есть нитку из катушки. А в заключение установим шпульку. Можно установить шпульку и сейчас. Устанавливаем катушку на стержень, горизонтально либо вертикально, так как мы делали это при намотке нитки на шпульку. Далее вы можете увидеть подсказки прямо на машинке, которые покажут, куда проводить нить. Итак, первая подсказка. Нам необходимо провести нить вокруг верхнего нити направителя. А точнее мы можем просто обогнуть эту деталь, потянув нитку на себя. Вот и все. Нитка прошла через верхний нити направитель. Далее мы видим стрелку под номером 1. Это следующая подсказка. Нам необходимо опустить конец нитки вниз, чтобы она прошла через пружинный держатель. Он внутри, поэтому с закрытым корпусом его не увидеть. Но это тоже нечто вроде двух пластин, двух тарелочек, между которыми проходит нитка. Степень сжатия этих двух пластинок, тарелочек, регулирует степень натяжения нити. То есть, если мы сожмем пластины максимально близко друг к другу, то нитка будет идти очень туго. Если мы разожмем эти пластинки с помощью регулятора друг от друга, то нитка будет проходить совершенно свободно, без какого-либо натяжения. И это все влияет на качество строчки. Об этом мы поговорим чуть позже. Далее мы видим следующую подсказку, которая говорит нам о том, что нам необходимо обогнуть пластиковую деталь снизу, то есть пройти вокруг пружинного держателя и подняться наверх. А наверху нас ждет еще одна подсказка. Здесь она под номером 3. Которая говорит о том, что необходимо обогнуть металлическую деталь, рычаг нити водителя, и снова опустить нитку вниз. Рычаг нити водителя может быть скрыт. Для того, чтобы поднять его, необходимо немного покрутить маховое колесо. И вот рычаг нити водителя появился. Аккуратно обводим ниткой справа налево. Это очень важно. И в результате нитка должна оказаться внутри, в ушке рычага нити водителя. И остается совсем немного. Необходимо обвести еще два крючка, два нижних нити направителя. Один практически под рычагом, который мы только что заправили. А второй прямо над иглой, вправый либо левый. Для чего здесь два нити направителя? Для шитья двойной иглой. Ну и в заключении нам остается вдеть нитку в иглу спереди-назад. Это очень важно. Проверьте, чтобы игла была поднята. Если она опущена вниз, то покрутите маховое колесо, и игла поднимется. Вдеваем нитку спереди-назад. Либо можно воспользоваться функцией автоматического вдевателя нити. Нам остается только установить шпульку в держатель. Откроем крышку челночного отсека. Для этого необходимо потянуть кнопку справа. Устанавливаем шпульку в полость держателя так, чтобы нитка выходила против часовой стрелки. Направление вращения шпульки в шпульном колпачке или в держателе производитель указывает в инструкции. И иногда эту рекомендацию необходимо соблюдать, а в некоторых случаях не обязательно. Далее нам необходимо провести кончик нитки через небольшое отверстие, паз в передней части шпуля держателя. Шпуля держателя – это та черная полость, в которую мы вставили шпульку. Шпульку можно немного придержать, для того, чтобы она не вращалась. И мы могли правильно и максимально плотно заправить нитку. Далее аккуратно отводим нитку влево, и таким образом она проходит между пластинами шпуля держателя. Эти пластины отвечают за натяжение нити, а значит и за качество строчки. Об этом мы поговорим чуть позже. Немного вытянем нитку и закроем крышку челночного отсека. При желании вы можете протянуть нижнюю нить, то есть нитку из катушки, наверх, над игольной пластиной. Для этого будьте уверены, что лапка поднята. И нитку из иглы, то есть катушечную нитку, держите левой рукой. Аккуратно и медленно покрутите маховое колесо на себя. Вы увидите, как верхняя нить огибает нижнюю нитку из шпульки. После того, как верхняя нитка обогнет полностью шпульку, вы можете аккуратно вытянуть верхнюю нить, которая за собой потянет и нижнюю. Выправляем нижнюю нитку и два хвостика заводим между двумя сторонами лапки и уводим назад. Если у машинки есть функция автоматического подъема и опускания иглы, то вы можете нажать на эту кнопку дважды, а не крутить маховое колесо. И на этом все. Машинка полностью готова к работе. Это был один из 63 уроков онлайн-курса «Основы шития для начинающих». Чтобы получить полный курс бесплатно, переходите по ссылке под видео и занимайтесь. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, видео было полезным для вас. Обязательно делитесь им с подругами. Желаю вам хорошего и успешного дня. До встречи в следующих видео. Продолжение следует...